приветствую всех из франции сегодня у меня выдался небольшой промежуток свободного времени я решила чуть-чуть показать вам несколько сортов инжира потому что у меня очень много сообщений в личку а так как я сейчас занята практически полный рабочий день другой работой у меня другая деятельность поэтому у меня инжиры отошли на второй план или на задний план это не значит что я конечно не ухаживаю за ними естественно нет но тем не менее снимать часто видео рассказывать о каждом сорте у меня сейчас возможности нет сразу отвечу на вопрос вот был комментарий потом вопрос личку чем отличается моя моя флоринда от поношения не поношели это вот посмотрите на форму плода практически круглый плод вот и посмотрите совершенно практически нет плодоножки вот плод буквально вырастает из-за глазка то есть из-за междоузлия вот значит что хочу сказать про флоринду пока не осыпался ни один плод тьфу 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 будет ли вызревать не знаю но еще раз отличие от панаше вот лист у меня ржавчина залив у нас дожди часто идут лист он примерно такой же формы как и на панаше вот у меня панаше стоит недалеко здесь вот но по текстуре и лист панаше отличается сильно он более жесткий вот он более жесткий более такой шершавый на ощупь и вот такого темный изумрудно-зеленого цвета флоринда несколько другой лист он больше похож на лист браун турки так это по этому сорту дальше по сорту было я снимала видео по сорту диамант говорили что камон фиг то есть не осыпать не нуждается в опыление ну вот у меня опала 5 плодов наблюдаем то есть я говорила что у меня сомнения что это диамант то есть если диамант самоплодный а у меня сыпется все плоды значит это точно не диамант это будет очень коротенько про то что у меня спрашивают в личках и дальше значит была такая реплика в группе не отвечать там совершенно некогда реплика была не мой адрес что мог плоды в горшках контейнерах они значительно меньше чем плоды в открытом грунте я вот только частично могу согласиться с этим почему частично но размеры плода зависит еще и от того какого размера контейнер если у меня вот такой вот контейнер 50 литров и земля покупная очень богатая земля на насыщены питательными веществами нужными элементами конечно эта земля гораздо лучше той которая у меня на участке вот гораздо лучше и потом кроме того что под каждым в каждом горшке у меня есть осмокот у меня же еще микозы бактерофаги внесены сюда я вам показывала упаковки бактерофаги они значит снабжают хорошее взаимодействие баланс между водой и почвой даже в период значит знойные времена когда полив ограничен то помогают растению выстоять придают растению силу так что если ухаживать за контейнерными инжирами содержать их правильно то размеры плодов не только не отличаются от тех которые в открытом грунте но даже еще и крупнее то есть не отличаются в лучшую сторону я же это доказала в прошлом году своими плодами какие у меня крупные были плоды так можно посмотреть видео они у меня на весах были взвешены все какая крупная была бибера прета а вот потом про монополитана даже посмеялись и некоторые инжиробода когда я написала что это крупноплодный сорт мог посмотрите вот у понта написано 35 40 грамм но вы знаете описание сорт это не догма это не вот это не догма это все зависит от климата от условий содержания от условий ухода за инжирами конечно описание сорт сорт сортность приблизительно гарантирует какой-то размер но тем не менее многие факторы на размер плода влияют вот поэтому не бойтесь содержать инжиры в контейнерах если вы не гонитесь за урожаем который вы хотите реализовать вот лично я нас два человека в семье мы эти плоды которые получим с инжирах мы их не съедаем я и варенье немножко варила и сушила то есть никакой никакой продажи нет и речи поэтому мне даже нет интереса выращивать в открытом грунте потому что все мои контейнерные инжиры они заложили плодовые почки значительно раньше тем те которые в открытом грунте а так как у нас в мае были возвратные морозы и у меня очень пострадали инжиры которые не были укрыты то есть те которые были которые в открытом грунте то они вообще сейчас опаздывают на полтора месяца формирование ну а контейнерные многие у меня были в принципе спрятаны вот под этим ужасно бардачным навесом никак не приведу в порядок и сейчас мне мне вообще не до этого то есть если муж не приведет в порядок то я точно не приведу вот и я получу неплохой урожай именно с контейнеров инжиров то есть тот урожай который удовлетворит потребности моей семьи а больше мне не надо это у меня коллекция больше хобби то есть я хочу разнообразие не столь количество сколь разнообразие потому что ну такие мы едоки нам хватит того что мы имеем вот сигара кстати кстати съела 3 брэба сигары самая ранее у меня была сигара вот это ну а декором тоже брэбы так где-то три у меня здесь брэбы ладно не буду время не буду искать вот модель на 2 модель на модель на модель на номер 1 модель номер один она очень хорошо вяжет плоды это черная модель отлично вяжет итальянский сорт от франческо ларус вообще итальянцы растут у меня очень хорошо и мой климат нравится другой вопрос отвечает ли они названию сорта сортности это другой вопрос я работаю сейчас именно над этим выяснить все таки какие-то сорта смотрите какой-то франсиско сорт от франческо ларис тоже с плодами здесь много новинок у меня вот это все новинки маленьких горшочках вот это все которые в 3 литровых 10 литровых это все новиночки вот вот такое коротенькое у меня видео но не не переживайте что я потерялась то есть я жива здорово вот к сожалению в группах принимать активное участие не могу время от времени но вот выйдет выдастся у меня несколько свободного времени то я конечно покажу что-то активно общаться читать все сообщения у меня сейчас нет никакой возможности кстати размера с контейнер вот этот плод на 60 грамм будет он еще не вызрел он уже такой крупненький я думаю что грамм 60 будет саре обширом хотя по описанию по моему 40 40 грамм указывается ну и вот по нашу меня наконец-то наконец-то стал давать плодики завязывать это в прошлом году вообще сачковал и в этом году видимо появится полосатый ствола я говорила что он у меня не полосатый и это было правда я не сочиняла то есть не было вот только на третий год начинает показывать полосатость я думаю что полосатость будет характерная для понаши вот пожалуйста два года не было полосатости если бы я выслала черенки с него то говорили бы что я обманываю что выслала не понаши вот поэтому я никому не высылала кроме одной своей подруги которая не по форумам не знакома с ней знакомы более 15 лет по моему 20 лет а вот так как все-таки плодик я один видела в первый год который потом опал на полосатость была вот но в этом году надеюсь что у меня понаши будет в конце концов и тогда уж я отвечу тем кому я отказала в черенках тогда уже я могу ответить положительно ну и сразу видите тоненькие веточки у меня на сеньоре который мы сигнорой раньше называли тоненькие веточки потому что у меня большой запрос желающих неохваченных был на на черенки и я не стала отламывать лишние побеги вот сейчас черенков будет значительно больше но не обессудьте они не будут толстыми то же самое значит то же самое си си меня тоже или крови 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 тоже просили черенки и тоже веточки тоненькие потому что я не обламывала и не нужные мне побеги то есть толстый цветок не будет в отличие от тех которые я хорошо резала в прошлом году на черенки которые дали мне сейчас толстые побеги вот все конечно будут полноценными толстенькими черенками но я вам скажу так у меня черенки тоненькие прививаются чаще гораздо лучше чем толстые так например полученные с тайланда черенки прижились укоренились и привела я успешно именно те которые были тоненькие они толстые а толстые они потихонечку сгнили спасибо всем за внимание до свидания если вы поставите лайк или подпишитесь то я буду благодарна до свидания